здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас интересная тема поговорим про духовный аспект в лечении аутизма многие родители чьи дети имеют какие-то проблемы развития аутизма раз еще там что-то да и в общем любые другие заболевания то есть родители детей скажем с онкологией не дай бог и с другими болезнями все в общем задают себе примерно один вопрос каковы духовные корни проблемы они начинают искать что в их жизни что в их мыслях семье роду судьбе привело вот к этой вот грустной иногда просто трагической ситуации и они начинают искать как это изменить некоторые работают с психологами с психотерапевтами некоторые начав с того или с другого переходит к чему-то еще начинают искать какие-то духовные пути стараются отработать карму достичь просветления в общем много есть разных идей и люди так сказать пытаются это все использовать для того чтобы изменить свою ситуацию и естественно нам тоже задают вопросы на эту тему то есть почему именно у этой семьи родился такой ребенок чем виноваты родители вот как им это отработать как им это исправить и с одной стороны мы имеем много свидетельств того что нарушение развития вызываются в первую очередь органическими нарушениями в организме ребенка приводящими к физическому повреждению центральной нервной системы а с другой стороны в общем действительно у всего в мире есть причина вот почему у этих да а у тех вы этих нет и о существовании таких причин говорят все религии и в рамках любой религии имеются какие-то ритуалы какие-то методики которые позволяют либо исправить причины либо хотя бы облегчить какие-то последствия то есть это вопрос не новый он возникал на протяжении видимо всей истории человечества и практически любое духовное учение с какими нам приходилось сталкиваться тоже содержало в себе эту же идею только предлагались немного другие методы избавления исправления так в общем все очень похоже и классическое целительство тоже считает проблемы души первичными а телесные заболевания органические нарушения следствием вот этого заболевания души и вот обращаются к нам родители которые испытывают чувство вины которые хотят эту вину любым образом как-то загладить исправить и они искренне хотят добра своему ребенку они хотят видеть его здоровым и ради этого они готовы босиком по снегу идти за 3 9 земель в общем что угодно делать на коленях стоять поклоны бить все что хочешь в общем лишь бы только это помогало и вот они нас спрашивают как это сделать как исправить духовную причину того почему у нас такой ребенок что этот вопрос означает на самом деле потому что если так вот вдуматься то вопрос звучит немного как бы нелогично и вот если вдуматься то с нашей точки зрения это вопрос означает вот что люди хотят знать как они могут изменить действительность как они могут изменить существующую реальность с помощью изменений себя самих в первую очередь вопрос а возможно ли это в принципе ведь действительность же она такая твердая такая материальная как ее изменять может ли она измениться если меняется человек вот чтобы ответить на этот вопрос давайте сделаем небольшое отступление средне здоровый человеческий глаз воспринимает электромагнитное излучение в некоем известном диапазоне вот например выдержка из википедии глаз человека чувствителен к электромагнитному излучению в диапазоне длин волн 400 от 400 до 750 нанометров видимое излучение сетчатка глаза чувствительна их более коротковолновому излучению но чувствительность глаза в этой области спектра ограничивается низкой прозрачностью хрусталика защищающего сетчатку от разрушительного действия ультрафиолета то есть что мы из этого можем понять что средний человек каковых большинство видит только волны которые длиннее чем 400 нанометров но короче чем 750 нанометров а что происходит с остальными длинами они что они существуют существуют конечно и что же с этим происходит в общем ответ мы знаем большинство не видит того что не попадает вот в этот вот диапазон но есть некоторые люди у которых глаза и мозг воспринимает немножко больше раньше таких людей называли экстрасенсами от слов экстра дополнительный сверх эссенс это чувство то есть это человек у которого есть дополнительная чувствительность сегодня этот термин больше употребляют шоумены и наверное нужно какое другое слово чтобы называть именно тех кто действительно чувствует больше чем остальные и вот такие люди которые чувствуют видят немножко больше они знают что мир не плоский то есть он гораздо более сложен чем это нам обычно представляется и также они видят что человек это не биоробот то есть вот физическое тело которое видят все практически это как бы не весь человек есть еще что то это что-то некоторые называют душой есть разные названия там в разных учениях по-разному к этому относятся но как бы эта вещь довольно таки признанное что вот есть нечто еще помимо физического тела назовем это душой вот и это именно душа отвечает за высшую нервную деятельность и собственно вот люди которые видят это они видят очень интересное явление и таких людей обычно понятие всевышний это совсем не абстракция а данность потому что ну на эту тему тоже можно много рассуждать сейчас не будем так вот люди обладающие такими немножко расширенными возможностями иногда могут увидеть вполне материальные причины повреждения нарушения вот в этих вот тонких частях так сказать человека которые есть у тех или иных людей и которые просто средний человек не воспринимает а прибор в таких еще почему-то не придумали то есть их не видно из-за того что они не попадают вот в тот диапазон длин волн которые мы привыкли видеть и слышать немножечко они вне вот этих диапазонов и по нашим наблюдениям то что принято рассматривать в качестве духовных проблем в большинстве духовных практик и то что так сказать в бытовом смысле считаются духовными проблемами на самом деле это скажем так вполне настоящие абсолютно материальные проблемы и нарушения которые просто находятся в той области которая средним человеческим глазом не воспринимается то есть средний человек это не увидит не услышит то есть он может увидеть эту проблему только косвенным образом то есть увидеть ее проявление конкретное и нужно очень много и долго учиться чтобы адекватно понимать что же такое видят глаза за гранью вот этих вот диапазонов там от четырехсот до семисот пятидесяти нанометров и что слышат уши за рамками вот этого среднего диапазона и что другие органы чувств воспринимают такое обучение оно занимает много лет в общем называется постановка правильного контекста что это означает когда младенец рождается то он в общем не знает что он видит он этому научается общаясь со своими родителями со своими воспитателями то есть с другими людьми и получается что если младенец видит чуть чуть больше чем его воспитатели то в какой-то момент он понимает что о некоторых вещах просто не принято говорить то есть нельзя про это говорить потому что как правило детям не приходит в голову что другие люди могут от них отличаться и например что его воспитатели попросту не видят то чего видит он вот если такой вот младенец вырастет и со временем разберется с этой своей особенностью то есть он поймет что они говорят не потому что там это нельзя об этом говорить а потому что просто большинство этого реально не видит то ему нужно будет понять а что же он такое видит то и вот именно вот это вот достигается довольно длительным обучением в процессе которого человек научается адекватно относиться к той дополнительной информации которую он получает от своих органов чувств и как правильно это использовать люди которые видят больше среднего и которые не прошли такого обучения они могут воспринимать какие-то реально существующие вполне безобидные вещи виде чего-то странного и даже пугающего иногда такой опыт получают люди которые в обычной жизни такими способностями не обладают это может произойти например под воздействием стресса или еще каких-то там необычных обстоятельств и вероятно вот именно таких вот переживаний впечатлений такого вот опыта и пошли легенды там про всяких чертей демонов прочие явления из-за которых человек может привлечь даже к себе профессиональное внимание психиатров вот такое отступление теперь вернемся к нашей теме так можно ли изменить реальность в данном случае речь идет о реальности в которой у ребенка имеется весьма тяжелые заболевания так можно ли изменить состояние ребенка с помощью только духовных практик вот чтобы лучше понять границы воздействия духовных практик я приведу пример из обыденной жизни то есть то что сейчас очень распространено то с чем очень многие сталкиваются и то что в общем то можно померить и пощупать вот представьте живет человек вполне себе здоровый любит покушать выпить вообще пожить живет он так кушает вес набирает и друг какой-то момент понимает что что-то в нем сломалось обычно она ломается не вдруг просто человек так сказать своей жизни вот ему так жить интересно ему не интересно обращать внимание на то что есть какие-то тревожные звоночки в организме он продолжает жить как жил и вот пока совсем не приперло вот когда приперло он идет к врачу сдает анализы и врач ему говорит у вас батенька сахарный диабет 2 типа вам и на диету надо а то придется вам когда-то инсулин колоть человек начинает изучать диету того нельзя этого нельзя спортом надо заниматься в общем надо всю жизнь свою менять и весь распорядок все привычки в том числе и социальные то есть тут не выпить там не поесть то есть придется отказываться от многого то есть практически полностью перестроить себя свою жизнь очень этого делать не хочется инсулин тоже не хочется вот на данном этапе у человека два пути первый путь это на все забить продолжать спокойно кушать выпивать жить обычной жизнью когда совсем подопрет сесть на инсулин а второй путь все-таки преодолеть себя поменять рацион сократить порции сбросить вес вернуть показателя крови в норму в общем перестроить свою жизнь от а до я изменив себя самого потому что без этого это сделать не получится что выберет такой человек в начале так сказать пути вот этого не знает никто в первую очередь он сам и проблема здесь еще в том что человеку только кажется что он выбирает между жизнью привычные комфортные и жизнью полные ограничений и с единственной только разницей будет у него самочувствие чуть лучше или чуть хуже на самом деле выбор здесь гораздо более жесткий это выбор между жизнью вообще в смысле жизнью человеческой то есть возможностью человек человечески функционировать учиться что-то делать в жизни и медленном умирании и если такой человек выберет путь самоограничений ведущий к выздоровлению до того как процесс зайдет слишком далеко то в общем все у него будет хорошо он так сказать вернет себе здоровье будет жить нормальной активной жизнью и возможно больше никогда с этим диабетом и не встретиться а если он решит подождать пока станет хуже а там уже посмотреть то результат конечный может оказаться очень сильно хуже чем то что он общем ожидал и на что рассчитывал и вот именно поэтому выбор между двумя путями он иллюзорный на самом деле у человека есть только один путь к здоровью в данном случае то есть единственный путь к нормальной жизни это путь 2 то есть путь самоограничение изменения себя то есть полная перестройка всего образа жизни и которая не может естественно произойти если человек останется таким как был то есть человек изменится неизбежно и в общем все это 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 именно так просто потому что когда он начнет употреблять инсулин то обнаружит что качество жизни сильно ухудшилось и она продолжает ухудшаться что диета все равно необходимо но только если раньше там он мог выбирать вот я соблюдаю диету я не соблюдаю диету то с инсулином у него уже выбора не будет диету придется соблюдать очень много других ограничений будет и это будет уже не по его воле и не по его выбору а он будет это вынужден делать под страхом серьезных осложнений и даже смерти те кто ухаживал за диабетиками со стажем знает точно о чем я говорю собственно и сами диабетики тоже об этом знают и вот на этом этапе уже нет пути назад потому что поджелудочная железа такого человека уже необратимо пострадала то есть ее физическое повреждение настолько велико что восстановиться практически нету шансов вот этот второй путь и можно сравнить с духовной отработкой семейных проблем связанных с нарушением развития ребенка если родители начинают всю эту работу до того как нервная система ребенка серьезно пострадала на уровне органики делают это серьезно системно по всем необходимым направлениям то есть много шансов за то что они сумеют помочь своему ребенку если же эта работа начата тогда когда нервной системе уже нанесен серьезный ущерб то это будет как необходимость диеты при инсулине итогом будет поддержание статус-кво поддержание так сказать болезни без ухудшения на самом деле при любых заболеваниях нервной системы и при отсутствии возможности их полностью вылечить возможность избежать ухудшения возможность избежать деградации это тоже очень много и люди которые знают как развивается аутизма ему подобные заболевания меня очень поймет и точно будет знать о чем вот я сейчас говорю так можно ли изменить реальность практика показывает что мы все живем в неодинаковой реальности хотя какие-то моменты у нас совпадают и да меняя себя мы меняем реальность вокруг пусть даже эта самая реальность просто поворачивается к нам немножко другим боком более светлым более радостным мне кажется что это уже хорошо и работа родителя над собой это всегда хорошо это помогает наладить жизнь семьи во всех ее областях иногда это приводит к очень хорошим изменениям и улучшением у ребенка и если такая работа начата в зародыши заболевания то она действительно может помочь предотвратить развитие болезни если же болезнь уже развелась то органическое поражение центральной нервной системы ребенка будет являться серьезным физическим ограничением ограничением которое в итоге определит результат работы родителей над собой поэтому чем раньше начинается такая работа по исправлению ситуации тем лучше могут быть результаты всем спасибо до свидания хорошего дня